И еще немного об объеме. Как он работает с цветом, с формой, с перспективой? Несмотря на очевидную простуду этих вопросов, я все еще часто наблюдаю иллюстраторские ошибки в этой теме. Я прошу прощения за такое обилие теории моих занятий. В дальнейшем я исправлюсь, будет больше практики, и уроки станут более зрелищными. Но, к сожалению, без этих знаний мы не можем сделать яркий, красочный, вкусный, сочный дизайн. Поэтому соберем волю в хуа и вперед грыз гранитном обе. Я нашла отличное фото, демонстрирующее поведение цвета внутри объема. Не лишним будет напомнить, что при теплом свете тень холодная, при холодном теплая. А вот рефлексы очень сильно зависят от плоскости. Итак, цвет окружения никогда не отражается в светах. Очень мягко в тени господствуют в основном в полутонах. Что касается полутонов, представим, что каждая плоскость – это зеркало, и оно отражает все, к чему развернуто. Боковая плоскость машины отражает траву, окрашенную теплым солнечным светом. Потому свет рефлекса теплый-зеленый. Передняя плоскость машины отражает более прохладную падающую тень. Поэтому цвет рефлекса изменился. А верхняя плоскость отражает голубое небо. Потому на одном объекте мы видим рефлексы трех разных оттенков. Эти знания пригодятся, когда мы будем делать более сложные коллажные иллюстрации. Вы сможете просчитать все закономерности отражений объектов друг в друге. Но не все объекты имеют правильную форму. Тень мягко обволакивает, огибает каждую выплость и каждую впадинку. И рефлекс обычно повторяет этот рисунок. Но если форма изменяется, то рисунок рефлекса становится как бы серединой между линией тени и краем формы. В том случае, если форма ломается резко, рефлекс пройдет ровно по излому. Собственно, это и позволяет нам видеть, как меняется форма в тени и дает нам четкое представление о ней. Если игнорировать этот факт и усиливать объем не по форме, происходит замыливание формы. Это стандартная невнимательность дизайнера. Если точно так же поступить с тенями и в светах, лебедь напрочь лишится своих першек и станет игрушечным. Между тем точность отличает профессионалов. Что касается перспективы, то ближе всего к нам находится не самый яркий свет и не самая черная тень. А самый контрастный стык между ними. Так мы можем играть с фокусом внимания зрителя. Скоро расскажу об этом подробнее. А пока прощаюсь с вами до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok